Для пожилых главное внимание, а для пенсионеров, проживающих в пансионатах, организовали целый концерт. Праздник прошел во дворце детского и юношеского творчества. Все зрители, хоть и преклонного возраста, наведут активную жизнь. У некоторых график настолько плотный, что еле нашли окно для культурного выхода. У нас много времени свободного, но мы занимаемся. У нас есть спортзал, у нас есть на улице спортзал, у нас любые кружки, что бы мы ни пожелали. Наши руководители всегда для нас «за». Только предложи, все будет сделано. Мы не живем, мы барствуем. Вот честное слово говорю, нарата – это самое лучшее. У нас наши руководители все делают для нас. Наши девчонки, которые за нами ухаживают, золото. Доверие живу 8 лет. У нас доверие, у нас очень много мероприятий проводят. У нас есть клуб «Челки», который занимается поделками, танцует, пляшет. А я являюсь членом группы «Ладда». У нас есть «Ладда» группа вокальная. В зале собрались представители 20 пансионатов республики. Мероприятие такого масштаба Министерство социальной защиты Бурятии проводит впервые. Сегодня первое такое мероприятие республиканское, где вот в этом зале большинство присутствующих – это те люди, которые живут в наших учреждениях. Учреждениях социальной защиты населения. И я очень рада, что наши учреждения работают в таком формате, что всегда нужно поехать куда-то посмотреть в нашу прекрасную республику, поучаствовать в концерте. То есть, ну, вот, как сейчас молодежь говорит, жизнь, жизнь, жизнь. День пожилого человека намерены отмечать целый месяц. В течение этого периода сотрудники Министерства будут проводить для пенсионеров праздничные встречи, выступления творческих коллективов и экскурсии по достопримечательностям Улан-Удэ. Степан Столбовский. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok